Славчик Всем привет! С вами Славчик. Хочу сегодня показать вам одно видео, которое я совершенно случайно снял, когда я поехал на свалку выбрасывать ветки. Была там одна бабулька потрясающая, которая приехала на трачке, и она выбрасывала тоже. У нее полный кузов был веток, она все это разгружала. У нее был классный трачок, интересный. Я к ней подошел, бабулька оказалась очень добрая, веселая, и охотно со мной стала разговаривать, и поэтому часть диалога, к сожалению, в кадр не попал. Я просто вам хочу сказать, что задний бампер у нее, на этом бампере наклеена наклейка. И она как мне объяснила, что там это имя этой женщины, которая впервые за всю историю Соединенных Штатов баллотировалась на пост президента в 1984 году. Гонку она не выиграла, но этой же бабульке эта этикетка очень дорогая. Она говорит, если я когда-нибудь продам свой трачок, я, наверное, сниму целый бампер, потому что я не хочу терять эту этикетку. Перевод я постараюсь сделать укороченный, не буду там точно все переводить, потому что вы просто не успеете смотреть и читать. И понимаете, дело в том, что вот что мне нравится в Америке здесь, и пожилые люди здесь просто шикарно выглядят, они ведут активный образ жизни. Они хорошо за собой ухаживают. И зачастую здесь старички выглядят намного лучше людей, которым там по 30, по 40 лет, которые там уже в двери не пролазят, непонятно во что одеты, татуировки вытянутые на сиськах, мерзопакостные. И просто я здесь, когда смотрю на этих старичков, я просто наслаждаюсь. Так что приятного вам просмотра. Удачи! 1,000 миль. О, так что это использовано, 1-летний? Да, ну, я подошел его в это, потому что я знал, что он будет продавать, и я искал для машины. И я пытался покупать его до него, но он продавал его до конкурса, но я должен был продавать его до конкурса. Окей, я понял. Так что вы покупали это в 1979 году? 1979, да. Вау, ты получила все эти годы, да. Да, это было 4,000 миль, и я должен платить 4,000 долларов. 4,000 долларов. Какая? 4,000. 4,000 долларов, это сколько это было? Да. В то время? В то время. Да, потому что денег было больше. Да, это было невероятно, потому что это было благородное, и это было все это, и это было бутылка в руках. Нет. Я люблю это. Давайте посмотрим на эту сиську. И не только... Не только... Ну, первая, но и единственная женщина. Единственная женщина. Но есть еще одна в следующем году. О, ты говоришь, что это было для президента? Да, она была для президента и vice-президента, но они не победили. О, окей. Но что с Хиллари Клинтона? Она пыталась, поэтому она была вторая? Она пыталась. Да, она была... Она была первая для президента. О, ты говоришь, что первая? Первая. Ага. Но это было, знаете, 30 лет назад. Правда. Да. О. И она была так уменькая. Она еще живая? Нет. Она умерла. Она умерла. Она умерла. О, окей. Может, 10 лет назад. Она была очень уменькая. Очень ревенькая, тоже. Все они. Если они не ревенькие, они ревенькие. Но еще эта другая. Она продолжает ревенькая. Я умерла. Они умерла. Они умерли. И они умерли. И умерли. И умерли. И я умерла. Я умерла три раза. Я убил их. И это слишком много. Я не могу это сделать. Я очень впечатляю. Найдут. Я надеюсь, я взяла лучше. Но это все хорошо. Да. Я вижу, что у тебя есть большой дент. Ну, я не делала это. Я не делала. Я не делала. Но я делала остальное. Ну, я делала все. Все остальные. Смотри, все это металло, оно очень тяжело. Да, это то, что люди говорят. Да, хорошо. О, это ужасно гасовый. В общем, все хорошо. И газ сейчас уйдет. Так что мы все равно. Я лучше пить. Да. Короче, ребята, остановился, вот смотрите, я привез свои ветки, сюда сгрузить, на свалку. И эта прекрасная старенькая женщина приехала на вот таком антикварном трачке, представляете? Это Ford. И она мне сказала, что этот Ford 78-го года выпуска. А она его, о, у нее даже антикварные номера. Она говорит, я его купил, когда ему был год, этому Ford. И говорит, мне этот трачок понравился, и он ехал, и я ехал за этим хозяином. И когда она к нему подъехала, это оказался какой-то дилер, он говорит, давай его через дилер, ты покупай. И она ее... Вон, не завелся. Ну-ка. Камон. Все, карбюратор, что-то там проблемы с карбюратором. И она говорит, тогда она его купила за 4 тысячи долларов. Ну, мне кажется, она это, бензина перелила. Объяснил женщине, как завести пикап ее. Короче, говорю, не дави на педаль полностью, говорю, не дрюкай ее. И она тоже брык его и завела. О, говорит, спасибо большое. Объяснил ей немножко, как карбюратор работает. Довольная, он поехала. Ну что ж, кому-то сегодня я уже помог. Приятная старая женщина. Меня говорит, Линз зовут. А тебя как? Я говорю, меня Алекс зовут. Ну, чтобы не говорить, там, Славик. Объяснил ей, как работает карбюратор. Получается, она села в него. Давай там на педаль дрюкать. И топливом залила. Я ей объяснил, как правильно завести. Объяснил, как карбюратор работает. Она говорит, ой, спасибо, ты мне так помог. Классный трачок, конечно. Говорит, постоянно меня люди просят его продать. Я говорю, не вздумай продать. Она такая, нет, нет, нет. Ну, видите, да, ребята. Вот, россияне, обратите внимание. Насколько тетка старая, я там под 90, наверное. Но я точно не могу приедать. Но я думаю, я в районе 80. И вот, пожалуйста, человек на машине ездит. На мусорку ездит, выкидывает ветки. Они сидят, знаете, на лавочке семечки не грызет и не обсуждают прохожих. Вот здесь вот, что мне нравится в американских старичках, они тут очень активные. Ребята, смотрите, я на городской свалке. Американцы до чего зажрались. Что только не выбрать. Смотрите, привезли новые кабеля. Тросы. О, кстати, смотрите, какие у меня перчатки. Ляпты и буду, и буду. Вай. Троса. Тросы повыкидывали новые. Смотрите, сколько. Это все стоит бабок. Прямо новье. Какие-то шланги. Куча каких-то шлангов. Я вообще дурею. Мало того, смотрите, внутри, вон, красный, велосипед лежит. И причем велосипед дорогой. Вот кто-то купился новый велосипед, а старый целый выбрасывает на помойку. Смотрите, сколько шлангов. О. Мотки целые. Были бы тут наши русские. Все, на металлоломбы нафиг сдали. Тут куча бабок. Смотрите, алюминий. Алюминиевые трубки. Вот. Люди пришли, вывалили мусорку и досвидос. Вот так вот. Ну-ка, давайте еще глянем, посмотрим, что там дальше. Ну, тут коробки какие-то. Вон мебель. Вон чувак трамбует. Ну, тут ладно. Ну, здесь я, конечно, в шоке. Смотрите. Это капец. Ладно. Поехал я домой. Ребята, вы знаете, я уже записал ролик. Я уже начал его загружать. Но тут я взял и провел аналогию. Получается, что в Америке на мусорке пенсионера можно встретить вот так. А российского пенсионера на мусорке можно встретить вот так. В Америке пенсионеры социально защищены. Если американский пенсионер работал всю свою жизнь, платил налоги, то у него будет достойная пенсия. И остаток своей жизни он будет старые свои кости греть на побережье Флориды. Занесу в океане мочить. А российский пенсионер будет собирать себе гробовые деньги, чтобы достойно уйти в мир иной. А что касаемо тех пенсионеров, которые тут не работали, я знаю вам, я могу вам привести миллион примеров. Именно те русскоязычные мигранты, которые сюда приехали в конце 80-х годов, начало 90-х. С ними приехали очень много пожилых людей, которым сразу же дали пенсию и все социальные пособия. Они не несли ни одной копейки в экономику Соединенных Штатов, но они доживают свою жизнь в комфорте. Им дают бесплатные квартиры, в которых они проживают, государство им оплачивает. Никто им эти квартиры не дарит, это социальное жилье. Они умрут, уйдут, на их место заселится кто-то другой. Но у них есть квартиры, в которой они живут. Им дают деньги, талоны на еду, то есть бесплатная еда и бесплатное медицинское страхование. В России, чтобы обеспечить старость и жизнь молодежи, государство выделяет приличные деньги на федеральных уровнях. Но, особенно в регионах, из-за коррупции и тотального вороства эти деньги разворовываются и не доходят до адресата. Ролик должен получиться веселым, но в конце чего-то тут получилась какая-то грустная нотка. Поэтому, ребята, я постараюсь исправить положение. Одна подписчица мне написала, Слава, тебе нужно подстричься, а я же подкаблучник. Женщина сказала, подкаблучник сделал. Вина меня, бросай в меня окурки, когда из дома выйдешь на крыльцо. Я все стерплю, приму любые муки, лишь нов увидеть мне твое лицо. На все готов, утонув по горло в сраме, нести этот крест согласен до конца. Прощение придет, когда в холодной яме зарой гнусного гнилого подлеца. Девчонки Готово 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 Продолжение следует...